Привет. Хочешь покажу тебе своего гуся? Ну, гуся. Не понял, тогда на мою лужайку залез. Тебе что, стручок куснуть? Я пришёл сюда, чтобы порвать ботинок. И тебе. Как видишь, ботинок я уже порвал. Блин, нафига мне этот мяч, а? Нифига мой умный гусь. Блин. В общем, знакомьтесь, это Валера. Валера! Чё? И наш Валера, в общем, хочет есть. По-моему, ему это не по зубам. Блин, наш бутер стал сырым. Ладно, возьмём ещё один. Цемент? Это что это? Цемент? Зачем нам нужен цемент? Мы что, гусь-строитель? А, так вот наши гусиные дела. Попасть в сад. Намочить садовника. Украсть ключи садовника. Чё тебе садовник-то сделал? Обычный день гуся. Тебе, а чё я могу с этим краном сделать? Блин, садовнику это не понравилось точно. Это наши мокрые делишки, а? О, так вот оно что, садовник сейчас выйдет. Всё, оказывается, намного проще, чем я думал. Дядя, дядя, дай ключи. Дядя, дай ключи. Бежать! Хорошо, ключи у нас есть. Только у нас на хвосте садовник. А, ну плавать-то он вряд ли умеет. Ха-ха, лох. Ты же в резиновых сапог... Теперь бы нам куда-нибудь попасть. Мы же хитрый гусь. Но мы слишком тупо, и мы же не дотянемся туда. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, стоп. Нафига нам ключи? Здесь открыто. Видимо, мы всё-таки умный гусь, но слишком тупой. Ладно, давайте зайдём обратно. Ключи нам не нужны. Попасть в сад. Деленые гусьи дела. Что? Мы ужас этого сада. Стоп, подожди, да ты же до сих пор будешь на меня охотиться из-за этих ключей. Да, стынь ты, дядя. Доставьте меня в покое. Что ты до меня докопался-то, ё-моё, а? Давайте спрячем где-нибудь здесь ключи, он вряд ли их найдёт. Где он? Ну чё, есть какие-нибудь претензии? Хорош меня пинать, чертила. Я тебе ещё отомщу. Пойдёмте-ка сням его за жопу. Да мужик, хорош меня прижимать, а? За это есть статья? А? Подожди. Это насилие над гусемями. Гусемями. Я тебя засужу. Пока я сожру твою капусту. Чертила. О, мы можем катать эти шары. Да ладно, чё, тебя не устраивает, что капуста лежит не на месте? Подожди, я её заберу. Возьми капусту. В смысле ты посадил капусту на место? Он садовник от бога. Эй, хорош за мной так наблюдать. Эть, дядя, дядя, погоди, ничего, ничего. Сейчас мы у него заберём всю капусту, что у него здесь есть. Блин, ладно, придётся тащить по одной. Но ничего, тоже неплохо. Я думаю, что он ничего не заметит. Заставить садовника надень свою шляпу от солнца. И чё я должен сделать? Алё, дядь, надень свою шляпу. Я могу забрать его сапог. Мне он вряд ли подойдёт, но сожрать его можно. Ой, самое время мстить ему. Я потрачу всю твою воду, что у тебя есть. Блин, она не тратится. Но зато можно помыть свою башку гусиную. О, хорошо. Только посмотрите на эту гусиную жопу. Она тащит грабли за собой. Вы меня ещё запомните? Принести на пикник сэндвич яблоко, тыкву, морковь, варенье, термос, радио, корзину. Гусь, нафига тебе это нужно? Ты же не будешь против, если у тебя одну морковочку так опа? Аха-ха-ха-ха, тупой человечешка. Главное, чтобы он нашу заначку не нашёл. Это не поздоровится нам потом. Он затолкает нам всё это в жопу и зажарит на костре. Не понял. А, положи лопатку, мужик. Положи лопатку, это не я брал твоё варенье. Положи лопату на место. Чё ты там делаешь, а? Ах-ха-ха, на этот раз будет реально больно. Блин, я свою нычку ещё спа... Э, дядь. Отдай яблоко. Пошёл к чёрту. Давайте погагакаем на него. Это всё, что я о тебе думаю. Не обращай внимания, всё хорошо. Ах-ха-ха, блин, этот термос больше на колонку похож. Вот так примерно школьники с колонкой выглядят. Дядь, варенье это... Я не знаю, кто это забрал. Ты куда пошёл? Ты там только этот... Э, не трогай. А вот яблочко мне пригодится. Давайте обойдём вот так вот, чтобы нас точно не спалили. Э, дядя, 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 дядя. Я тебе в сапоги насру. Блин, я это яблоко уже три раза забрать не могу, а? Да на что за... Реально чёрт поганый, я тебе за это... Чё ты смотришь-то на меня так? В смысле? Ээээ! Возьмём заново. Это дискриминация гусей. Я тоже хочу пить чай. Блин, да как мне это яблоко утащить? Ну что ты будешь делать, а? А, так вот оно что. У нас есть тайные гусиные проходы. Осталось только перетащить свои гусиные запасы чуть подальше. В смысле? Где моя морковка? Ты чё, морковку забрал? Эээ, ты чё, серьёзно морковку забрал, что ли? Он чё, закопал её обратно? Вот ты чертила. Я возьму ещё одну. На, держи мешок с цементом. А чё, если мы сделаем вот так вот? Опа. А, блин, дед не одобрит. Я сломал его радио. На нам-то какая разница? Нам, гусям, подойдёт и нерабочее радио. Тупо ходим, как у себя дома. Смотрите, чё я нашёл. Всё, хана деду. Дед, иди сюда, смотри, чё нашёл. Иди сюда. Готовь жопу. Всё, готовь жопу, а? Кстати, а как сюда пройти-то, а? Наш гусиный мозг додумается, как открыть эту штуку. Гусь, думай, используй свой мозг. Но садовника не смущает. Например, гусь идёт по своим делам. Что он от него хочет? Это же просто гусь. Смотрите, всё, что мне нужно, у меня есть... Блин. Ага, иди, а чего не хватает? У меня есть всё. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дед, оставь радио. Да-да-да, иди-иди-иди, забери ключи. А-а-а! Подожди, не обращай внимания, это всего лишь радио. Сейчас мы найдём морковь. Он снова забрал у меня морковь, которую посадил обратно в землю. По-моему, его надо привлечь за жестокое обращение с морковью. Чёрт, алё, дед, я тебя кусать сейчас буду. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. А, так вот, где мне всё это устроить нужно. Блин, какой я тупой, почему я сразу сюда не пошёл? Нашей гусиной морде нужен сэндвич. Мы зажравшийся гусь, поэтому мы будем есть целых два яблока. Тем более, это яблоко хорошо сочетается с этой простынёй. Чё ты там спалил? Да, варенье моё забрал, ну ты чертила. Отлично, мокренькая тыква у нас есть. Аккуратнее вези эту чёртову корзину, это какой-то Титаник 2.0. Эй, цель, сбивай всё, айсберг! А чё это такое, кстати? А, это краник с водой. Наша гусиная морда не дотягивается до него. Оставь ты морковку, ну хе-мэ. Ладно, на, держи, я сам отдам тебе её. И возьму другую. Подумаешь, да у тебя есть морковка в руках, но отстань от меня. Ну разбирайся там со своей морковкой, я пока у тебя варенье заберу. Опа, и только мой гусиную жопу будешь видеть. Вот видите, не обижайте гусей, знаете, что они могут сделать? А, сэндвича нет. В смысле, а это что такое? Ну ладно, я принесу второй. Ну чё, этого-то хватит? Ну, теперь всё, это можно сожрать? Но мы же гусь, мы не сможем открыть банку с вареньем. Тогда зачем она мне? Дядь, 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 помоги банку открыть с вареньем, я не могу сам. Заставить садовника ударить себя молотком по пальцу? Это как? Дядь, у меня поступило тут такое интересное предложение ударить тебя молотком по пальцу. Но походу тебя ударили молотком по башке, пусть он его за жопу, может быть тогда он наклимается. Ааа, понял. Я же просто гусь, как я заставлю вам одеть ему шляпу? Ты чё, колоти чё-то хочешь, да, табличку? Ты чё, гуся пинаешь, не понял. Ты чё, чувство гусей не уважаешь? Ты чё, гусист? Да, успокойся ты, не тро... Какой, какой сапог? Бежать надо! В смысле, нет гусям. Он реально какой-то гусист. В смысле? Что делаешь? Дай молоток, дай понюхаю. Ахаха, теперь мы более агрессивный гусь. Ох, ё-моё. О, так вот, где мы могли прятаться. Так мы выглядим ещё более опасно. Да я её достану обратно, иди забивай заново. Мужик, посмотри, что творится, табличка валяется. Я это возьму, я возьму, возьму. Слушай, если ты сейчас реально не промахнёшься, я тебя сам по башке ударю. Блин, это тупо задание со звёздочкой, почему оно такое сложное? Да ладно, сейчас мы его и так шваркнем. А, нет, подожди, не трогай, я передумал. Ну ничего, я же просто гусь, мне торопиться некуда. А шо делать-то, моя не понимать, как это работает, а? Ты чё лукуешь-то? Хм, а может мы просто гагакнем? Дядь, прости, я не хотел. В общем, это получилось само собой. Я не виноват. Положи молоток, положи молоток, говорю. Ну всё, дядь, дальше за себя не ручайся, я вхожу в твою хату. У, мальчик. Э, куда побежал, я тебя спрашиваю. Ну подумай, за шо пощипну пару раз. Так, стоп. А ты лайк поставил? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok